Прийти вечером с работы, переодеться и всем вместе гулять. В семье Хабудиновых это уже традиция. Никольский сквер, тропа здоровья и так далее, знакомый маршрут. Айдар и Эльвина с тремя сыновьями переехали в Губкинске недавно, но уже полюбили город всей душой. В Губкинск мы переехали прошлой весной. Город очень красивый, видно, что благоустраивается. Очень много интересных для детей всяких игр, площадок. Для Хабудиновых это уже не первый переезд. И познакомились с Таней в необычном месте, на месторождении. Оба по профессии нефтяники. Сейчас Эльвина занимается банкетным обслуживанием. Помимо этого пара участвует в городских семейных конкурсах. На дне города, например, были участниками фестиваля «Губкинский пельмень». Очень интересно, когда вот такие мероприятия проводятся, а дома-то сидеть и скучать нам неохота. И поэтому мы стараемся в различных таких мероприятиях участвовать. Восхищает Хабудиновых не только город, но и региональные меры поддержки. Больше всего супруга впечатлили возможности единой карты жителей Ямала-Морошка. Напомним, проект был создан по поручению губернатора Дмитрия Артюхова. У меня старший сын ходит на карате, на лего-конструирование, на плавание. И как раз-таки на этих занятиях они всегда пользуются Морошкой и по QR-коду отмечаются при посещении занятий. И для старшего поколения единая карта жителей Ямала стала хорошим подспорьем. Можно найти занятие по душе в рамках проекта «Ямальское долголетие» или вызвать социальное такси. Наши многие учреждения, структурные подразделения наших учреждений, культуры, образования предоставляют нашим пенсионерам много-много возможностей. Еще одна уникальная возможность – сертификаты для школьников из семи участников СВО и многодетных. Введен у нас электронный сертификат для подготовки детей к школе. И на 15 тысяч рублей эти средства можно потратить на приобретение определенных товаров на маркетплейсе «Азон». Также и дети из многодетных семей, школьники, тоже получают, скажем, такую поддержку. И порядка тысячи детишек у нас уже в городе обеспечены такими сертификатами. Купить можно абсолютно все – от канцелярии до верхней одежды. Хабудинова, например, как многодетный сертификат тоже получили. Вот вы здесь, в личном кабинете, есть у меня сертификаты активные на 15 тысяч. Очень удобно. Здесь очень приятно получать такие суммы, когда действительно ребенка нужно одеть, поставить на ноги и отправить в школу. Экономить сморожка можно и в спортивных учреждениях города. Держателям единой карты жителей Ямала предоставляется скидка 20% на платные услуги. Спектр занятий широкий. Я вот, например, решила сходить в тренажерный зал спортивной школы «Арктика». Давайте посмотрим, как это работает. Обычно занятия стоят 350 рублей, а с картой «Морожка» – 280. А мамы, уже получившие за первого ребенка коробку «Малышу Ямала» при рождении второго, на «Морожку» получают сертификат на 32 тысячи рублей, с помощью которого на маркетплейсе «Азон» и в ряде других магазинов могут приобрести все необходимое для малыша, как и продукты питания для новорожденных – льготные категории семей. Детям до трех лет из малоимущих семей и детям участников СВО, то, что раньше в больнице предоставлялось в виде продуктов питания, то теперь уже держатели карты «Морожка». Именно эти категории граждан могут приобретать товары, которые необходимы либо на «Азоне», либо в сети «Пятерочка». Еще одна возможность «Морожки» – бесплатный проезд на общественном транспорте для льготных категорий граждан. Поездки на городском транспорте для лиц льготной категории граждан, которые, если ранее они приобретали единый проездной билет за деньги, то теперь, если ты имеешь карту «Морожка», то проезд в автобусе на городском транспорте становится уже теперь бесплатным. А с 15 сентября для обладателя единой карты жителей Ямала и перелеты с помощью авиакомпании «Ямал» стали выгоднее. Сегодня к проекту «Морожка» подключены уже более 12,5 тысяч горожан. Конечно, это очень экономит и бережет наши финансы и семейный бюджет. Спасибо большое за такую классную идею. Да, конечно, у нас есть карта «Морожка», и по этой карте у меня ребенок ходит в спортивные секции. Вот недавно мы очень удивились, когда пришли в библиотеку, и нам сделали скидку по карте «Морожка». Это был приятный бонус. Мы люди спортивные, город Губкинский, любитель спортивных всех учреждений, и поэтому у нас, опять же, бонус приятный – это скидка на посещение всех залов и, соответственно, бассейн и все остальное. «Морожку» называют золотом ямальской тундры, а ее тезка – единая карта жителей Ямала – бриллиант для ее обладателей. Алина Гаврилова, Никита Мищенко, Олег Короткевич. Новости Губкинского.